Здравствуйте, мои знакомые и незнакомые зрители! Мы с вами на озере Гарда и сегодня посетим очень симпатичный городок Сирмионы, после чего отправимся в соседнее поселение, но об этом чуть позднее. В римскую эпоху город назывался Сирмио Мансио, и он уже имел укрепленную гавань, которая стала основой для замка скалегеров, который встречает нас на входе в город. Замок – символ Сирмионы, необычный, красивый, словно вырастающий из вод озера. Возведение замка было начато семьей де Ласкало, сеньорами из Вероны, откуда замок и получил название скалегеров, как и еще семь замков, стоящих на озере Гарда, возведенных этой семьей. Ядром замка являлись жилые помещения Консиньорио и Антонио II де Ласкало, и начали строить их между 1360 и 1380 годами. Вокруг жилого ядра возникла система защитных стен, а весь комплекс служил целем контроля и защиты стратегического доступа к озеру Гарда. Укрепленные стены с угловыми башнями, образующие искусственный бассейн – не что иное, как укрытие для швартовки флота и стоянка судов. В начале крепость оберегала флот семьи де Ласкало, а после 1305 года – флот Венецианской республики. Изначально строение, вероятно, было деревянным, а при венецианцах крепость стала каменной. Неправильная форма костелла продиктована необходимостью защиты от сильного ветра, так называемого пилер. В стенах замка размещались гарнизон крепости, моряки флота и склады с оружием. Со строительством крепости в рядом стоящем Дезунсана замок Скаллигеров утратил свое значение, а сам городок Сермионы стал приходить в упадок. Часто в замках живут призраки. Есть таковой и у замка Скаллигеров. Некогда молодая влюбленная пара Эбенгардо и Арис жили в нем. И вот однажды, дождливым вечером, в дверь замка постучал благородный рицарь Альберто де Фильтрино и попросил убежища. И был принят гостеприимно хозяевами. Гостя сразу поразила красота Арис. И ночью он проник в ее покое с целью владеть ею. Но Арис закричала, и тут же, в страхе быть застегнутым, Альберто убил ее кинжалом. На крик прибежал Эбенгардо, после чего Альберто и в него вандил кинжал. С тех пор безутешный, лишившийся невесты, призрак Эбенгардо бродит по замку. К сожалению, в этот раз мы приехали перед самым закрытием замка. В него не попали, и я, к сожалению, не смогу показать вам его изнутри. Но я это компенсирую посещением другого замка сегодня же. Рядом с замком стоит церковь Святой Анны в скалах XIV века. Санта Анна де Ларока, которая изначально была посещаема не только прихожанами города, но и служила местом отправления культа для гарнизона крепости скалегеров. Церковь достраивалась вплоть до XVII века, а вот в алтаре ее хранится великвие. Изображение Мадонны с младенцем, написанное на камне и украшенное гербом скалегеров. Сирмионы знаменит своей археологической зоной, пещерами Катула, поэта, родившегося в этих местах в I веке до н.э. Руины долгое время считали бывшим домом отца Катула. Но на данный момент известно, что это остатки большой виллы Домуса начала I века. Здесь же рядом располагались и термы с горячими источниками, которыми пользовались еще в античные времена. Однако на долгое время знания о термах были утрачены, и вновь источники были обнаружены лишь в конце XIX века, после чего Сирмионы стал вновь возрождаться и превратился в привлекательный курорт для респектабельного отдыха и лечения. Обнаруженное в 1891 году течение горячих вод получило название фонды Байола. К нему пробурили скважину и установили трубопровод длиной в 300 метров. В 1900-м в Сирмионы начал работу первый термальный комплекс. На сегодняшний день в Сирмионы функционирует большая структура с современным медицинским оборудованием и эквалифицированным персоналом, что сделало город одним из лучших в Европе спа-центров. Первоначальная температура воды составляет 70 градусов, затем она охлаждается в резервуарах до 32-36 градусов и поступает в бассейны и ванны. Вода насыщена сероводородом, солями брома и йода. Говоря о Сирмионе, нельзя не вспомнить великое имя Мария Калас, которая была влюблена в этот городок и жила здесь со своим супругом Джованни Батистом и Негини. Калас в Сирмионе могла укрыться от условностей жизни известной персоны. Она любила посещать термальные ванны, прогуливаться по улочкам города, делать покупки в магазинах и проводила время в кафе Гранде Италия. Она часто пела на балконе своей вилы и в Сирмионе все еще живут те, кто слышал ее голос. Калас говорила, я хочу закончить свои дни в Сирмионе и быть похороненной в этом земном раю. Но этому не суждено было сбыться, и могила певицы находится на кладбище Перлаше с Париже. Хотя ходили слухи о том, что на самом деле пепел ее развеяли над озером Гарда. Вилла площадью 780 квадратных метров и стоимостью более 60 миллионов лир, на которой проживала Калас, была приобретена ее супруга Менигини и состояла из 21 комнаты. Именно на этой вилле состоялся безмолвный ужин, за которым последовала жестокая ссора, когда Анна Мария Сесилия София Калагеропулос, известная как Мария Калас, объявила своему мужу о том, что она влюблена в греческого судовладельца Аристотеля Анасиса. Сегодня вилла продана, но в одной из ее нынешних 19 квартир возможно остановиться. Ну а теперь и сермионы мы с вами переносимся в рядом стоящий городок Ланата Дельгарда. Помните, я вам обещала визит в замок, и на сей раз это будет дом Подеста в Ланату, который носит это имя, потому что в 15 веке этот дом принадлежал Подесте, представителю Венецианской республики, под которой тогда находились здешние земли. Последующие правители австрийцы, французы привели виллу в состояние запустения, и дом стал разрушаться. До тех пор, пока в 1906 году его не приобрел сенатор из города Брешия Угуда Кома, спасший и возродивший этот замок. Для проведения реконструкции замка Угуда Кома приглашает известного архитектора из Брешии Антонио Тальяфери, который работал с 1907 по 1909 годы. Задачей Угуда Кома было возродить замок и вернуть ему облик XV века, разместив при этом в доме свои личные коллекции мебели, артефактов, посуды, картин, скульптуры, коллекции, которые начал собирать еще отец Угу. Сегодня в замке 20 комнат и сад. Над входным порталом нас встречает герб Ланата и латинская надпись «Дружба и тишина утешают тяжелую жизнь». «Дружба и тишина утешают тяжелую жизнь». «Дружба и тишина утешают тяжелую жизнь». Мы входим в дом и попадаем в галерею, которая первоначально, вероятно, была открытым портиком и которую Тальяфери превратил в рыцарский зал с изображением гербов знатных семей Брешии и четырех портретов знатных рыцарей, одним из которых является Вирджинио Арсини и знатного рода Арсини. Вирджинио Арсини Вирджинио Арсини Так кто же он, Гуго Дакома, человек, давший вторую жизнь этому дому? Он родился в семье богатых буржуа, избрежьих, имевших блестящее образование. Члены семьи были страстными патриотами и сторонниками Объединения Италии. Гуго Дакома получил великолепное юридическое образование в Риме и общался в самых высших кругах знати и промышленников. Вскоре он женится на Марии Глисенти, дочери процветающего владельца металлургических предприятий, и одновременно с этим строит свою политическую карьеру, при этом не забывая об интересах самых бедных слоев итальянского общества. Гуго оказывал и юридическую помощь тем, кто не мог заплатить за услуги юриста. Субтитры создавал DimaTorzok Приобретение замка Подеста в Ланата имело и еще одну цель. Гуго Дакома занимается исследованиями социальной жизни Италии и создает огромную библиотеку, которая на сегодняшний момент составляет более 50 тысяч томов. С течением времени у Гуго Дакома собирает книги, ставшие основой огромной библиотеки, которая должна была послужить развитию образования и культуры для небогатых семей. По сути, он создавал народную библиотеку. Музыка 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 Все коллекции мебели, артефактов и собрания книг, рукописей, кодексов по завещанию у Гуго Дакома были переданы фонду, который затем получил его имя. С одной стороны, это позволило сохранить все коллекции, а с другой, эти коллекции должны были, по его словам, помочь учебе, пробуждая в молодежи любовь к знаниям. По замыслу Гуго Дакому, это место должно было стать интересным для посещения и могло бы привлечь гостей в страну, которая была ему столь дорога. Так и случилось. И сегодня Дом Подеста принимает гостей, туристов и тех, кто изучает книги, рукописи, пингунабу. Музыка Музыка Перед спальней у Гуго Дакома окно Трифора с фамилиями 90 Подеста, которые правили Ланата во время венецианской войны. Перед спальней у Гуго Дакома Перед спальней у Гуго Дакома окно Трифора с фамилиями 90 Подеста. Перед спальней у Гуго Дакома окно Трифора у Годокомы. Чтобы поднять цены собрания, приведу лишь некоторые примеры. В библиотеке у Годокомы сохранилось первое иллюстрированное полностраничное издание Божественной комедии Данды 1481 года. Здесь же можно найти 404 книги, которые были напечатаны с самого начала момента использования подвижных шрифтов в типографии Гутенберга 1500 года. Среди книг «Послание святой Екатерины Сиенской 1500 года», где впервые используется курсив. Редкий экземпляр печатной книги «Освобожденный Иерусалим» Тарквата Тасса 1745 года. Первое латинское иллюстрированное издание Нурнбельской хроники 1493 года. Трактат францисканского монаха-теоретика музыки Бонавентуры из Брешии 1497 года. Огромное количество книг требовало систематизации, и в этом шкафу библиотечный каталог. Большая часть книг поступила в коллекцию Угода Кома из библиотеки Синатора Ночвейли, именем которого названа одна из зал. Здесь хранятся 350 редких томов, напечатанных между 14-20 веками. В зале Чарути можно увидеть девиз на латыни «Книгой невозможно насытиться». Среди ценных экземпляров библиотеки самая маленькая на тот момент книга в мире – 15 на 9 мм. с письмом Галилео Галилея, адресованным Кристине Лотаринской. Книга напечатана в 1896 году. Марк Толи Цицерон говорил, если у вас есть огород с библиотекой, вы ничего не пропустите. «Библиотека Угода Кома выходит окнами в сад». Остаток своей жизни Угода Кома провел здесь, в доме Бодеста, ведя скромный образ жизни, пополняя свои коллекции, библиотеку и занимаясь исследованиями. Он умер в возрасте 72 лет, 5 марта 1941 года, на руках своей любимой супруги Марии. Ну что ж, у меня на сегодня все. Я думаю, было интересно. И до новых встреч в Италии! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok